Кубани, Адыгея – ближайшие соседи. Но главам российских субъектов не часто удается вот так встретиться. Общаются обычно на правительственных совещаниях. Сегодня Александр Ткачев и Аслан Хакушинов нашли время в своем плотном графике. Это второй официальный визит руководителя Адыгеи за последние семь лет. В администрации края принимают большую делегацию. Здесь главы министерства и районов республики. Это встреча – обмен опытом. Гости признаются. Стараются во многом равняться на Краснодарский край. Сближает регионы не только территория, но и общие подходы к работе, решению проблем. Разделяет, пожалуй, только река Кубань. Все эти годы мы работали рука об руку. Реализовали вместе с вами немалое количество совместных проектов. Но самое главное – мы с вами сделали все возможное для того, чтобы люди, живущие по обоим сторонам реки Кубань, жили одной дружной семьей в мире, в согласии. Уверен, что эта активная совместная работа по всем направлениям позволит существенно повысить качество жизни людей, как Краснодарского края, так и республики Адыгеи. За последние семь лет многое изменилось. И изменилось с вашей подачей, с вашей поддержкой. Потому что куда бы ни обратились, мы не говорим, что это какой-то другой субъект и какие-то особые взаимоотношения. Наоборот, как себе домой и коллеги приезжают из Кубани, или мы приезжаем сюда, не чувствуется разницы. Мы поддерживаем друг друга, всегда поддерживали и будем поддерживать. Рады и счастливы, что находимся рядом и можем научиться многому, не выходя уже за пределы наших двух субъектов. Сотрудничать Краснодарский край и Республика Адыгея теперь будут теснее. Отношения вышли на новый уровень. Сегодня Александр Ткачев и Аслан Тхакушинов подписали 10-е юбилейное соглашение в рамках бессрочного договора о дружбе и сотрудничестве. Документ касается целого ряда направлений, которые регионы намерены развивать вместе. В частности, это строительство нового Яблановского моста и реконструкция Тургеневского, а также дорожный ремонт магистрали. Большие планы по развитию санаторно-курортной отрасли, привлечению инвестиций, реализации крупных проектов, в том числе горно-климатического курорта Лаганаки. Сотрудничать регионы намерены не только во всех сферах экономики. Укрепление культурных связей, сохранение межнационального согласия – тоже важная задача, сошлись во мнении руководителей субъектов. Мы неделимая часть в экономическом плане абсолютно. Это как единый рынок, единое пространство экономическое. Конечно, мы с уважением относимся к истокам, к культуре, к традициям. И на территории края проживает тоже достаточно много адыгов. Кумань – это территория национальная, территория равных возможностей для всех культур, всех наций, всех народов. И тем более народ Адыгеи, который самый близкий, мы как никогда дружны, мы как никогда понимаем, слышим друг друга. Легко работать, легко взаимодействовать, но и самое главное, что мы гордимся этой дружбой. Особый вклад Адыгеи в подготовку и проведение Олимпиады сегодня отдельно отметил Александр Ткачев. Он поблагодарил не только правительство, но и всех жителей республики за поддержку в реализации крупного проекта в Сочи. Аслану Тхакушинову губернатор вручил медаль «Герой труда Кубани». Встреча сегодня, хоть и официальная, всё по протоколу, но атмосфера в зале скорее дружеская. Строгие костюмы и галстуки не мешают руководителям двух регионов говорить просто за жизнь и обсуждать даже музыкальные пристрастия. Вопрос я коварный задам. Лизгинку вы любите? После куманского хора. Люблю, да. Тон дружеским отношениям задают первые руководители. Возможно, поэтому регионы не тратят время и силы на решение спорных вопросов, а просто помогают друг другу. Пример для остальных субъектов России. После официальной части детали сотрудничества Кубани и Республики Адыгея Александр Ткачёв и Аслан Тхакушинов обсудили уже один на один в кабинете губернатора Краснодарского края. Евгений Вольский, Денис Перец и Денис Москаленко, 9 канал, Краснодар.